Когда гастроли в радость. Здравствуйте, в эфире программа Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня актриса Самарского академического театра драмы имени Горького, Влада Филиппова и Екатерина Рузина, которые буквально недавно вернулись из интереснейшего путешествия. Здравствуйте. Здравствуйте. Путешествовали вы, начнем, гастролей было двое рядышком, начнем с Марселя. Франция, Марсель, Париж, что удалось посмотреть и что это был за фестиваль, кто расскажет, чего туда вдруг поехали-то? Ну, Катя, да, я немножко начну. Ну, фестиваль, который проводится, фестиваль это русской культуры, русского театрального искусства, киноискусства и даже, по-моему, вокального, потому что этот фестиваль проводится уже, проходит 21 год и очень интересный. Париж нас, правда, встретил холодом. Да, холодной погодой, ветром, поэтому мы не смогли насладиться Парижем во всей его красе, но Марсель потом окупил все своей прекрасной погодой, красотой, романтикой, ну и, конечно, самое главное, это фестиваль и зритель. Сколько дней, да, вы там были, получается, вот фестиваль, сколько всего длится фестиваль и сколько удалось там побыть? Получается, играли мы два дня, играли спектакль «Наша кухня», наш студенческий спектакль, первый, который мы ставили на нашем курсе уже 500 лет назад, как мы говорим, вот, то есть он уже прошел и огонь, и воды, и медные трубы, он же был и в Казани, и в Тольятти, везде, везде, но, конечно, во Францию мы летали впервые. Вот, 11 человек, наш прекрасный курс, часть уже, правда, не наш курс, потому что часть ребят ушли в дорогие театры, водные ребята с Наяновского курса, вот, поехали впервые в такую дальнюю командировку, назовем ее так, вот, и, конечно, как говорит марсельский зритель, покорили их своей чистотой, искренностью и вокальными данными. Ну, я знаю, что там еще есть чем гордиться, да, там есть история, что на второй спектакль случилось невероятное в театре, в котором вы играли. Да, сказали, что впервые в жизни в театре открыли балкон, то есть настолько мы понравились марсельским зрителям, что пришлось открыть, и зрители кричали, и было очень смешно, когда люди, не знающие русского языка, кричали «И-шо! И-шо!» Они кричали уже и в кабаре, когда уже закончилось, потому что начали наши русские, это консульство и русскоязычные, как бы, приезжие, которые приезжали не только, пришли не только вот из самого Марселя, но и приезжали за 200-300 километров специально, чтобы посмотреть и послушать. В городе вообще что творится во время фестиваля? Потому что есть такие вещи, как Авеньонский фестиваль, да, когда весь город гудит на протяжении вот этого фестиваля, и уличные представления, и что-то еще. Это он, фестиваль в Марселе, он более узкий, там только по театрам это распространяется? Как это происходит вообще? Ну, в городе об этом, в общем-то, мне кажется, не очень много знают, если судить по тому, что мы видели. Фестиваль достаточно узкий, о нем знают, наверное, узкий круг, потому что по городу этого не скажешь, город живет своей жизнью, обыкновенной, как и все, и ничего такого особого мы не замечали, и даже рекламы, кстати, очень мало. Только вот в этом квартале, где находится сам театр. Театр, кстати, расположен почти в таком арабском квартале, надо сказать, чему мы очень были удивлены. Театр, конечно, красивый, большой, 700 мест, и, как ни странно, все они были заполнены. В основном это была публика пожилая, что меня очень удивило. Ну, а в принципе, в общем-то, что удивляться, молодежи было достаточно мало, но заинтересованных, и много пожилых людей, вот такого возраста наших родителей где-то. Вот я специально смотрела в дырочку, но это же болезнь всех артистов, посмотреть в дырочку обязательно, проковырять ее где угодно. И публика очень интересная. Также такая же публика была и на Кабаре. Давай расскажем, то есть там было два как бы фрагмента, да, получается, был спектакль нашей кухни, который играли ребята, и была отдельная программа певческая, да, которую еще в какие-то места вот возили. Мы впервые вообще столкнулись с этим, с таким жанром, потому что мы даже не представляли, что это такое, что они от нас хотели и что мы должны были. Потому что Вячеслав Алексеевич, когда пригласил нас принять участие, нам так посчастливилось в нашей семье, вот, это такой большой подарок был от театра, но я думаю, мы оправдали доверие, вот, и нам это было интересно, и большая польза, и опыт очень хороший, и актерский, и вокальный, и муж мой был Владимир Сапрыкин, и дочь наша пела, и были всевозможные номера. Вот, мы такого формата впервые, поэтому мы все это делали на ходу и чисто интуитивно, и потом нас как бы ребята поправили немножко, помогли те, которые зрители приходили, это было русское консульство в Марселе, и был огромный стол русских людей, которые мы, на которых сначала как бы вот мы ориентировались, чтобы понять, что дальше и как вести всю программу. Конечно, у нас была большая программа на полтора часа, это были и дуэты, и трио, и сольные номера, и четыре или пять номеров с нашими ребятами, которые, надо сказать, очень быстро, я просто даже не ожидала, что они настолько мобильно это сделают, ну, потому что, наверное, им было интересно, да, это был такой кураж сумасшедший, когда они были очень загружены на репетициях, на фаралель, конечно, нашла репетиция «История лошади», они были очень физически загружены. Да, из «История лошади», об этом тоже мы сейчас поговорим. Да, и вернулись обратно, в эту историю. Еще хочу пару слов про спектакль сказать. Были титры, потому что люди, соответственно, русский язык сильно не понимают. Ну да, я тоже хотела спросить, вы же на русском говорите, поете? Вот, и у нас была такая первая репетиция с титрами, когда говорят, мы думали, как же нам говорить, чуть медленнее, или наоборот, быстро, как сделать так, чтобы люди все-все поняли. Но, конечно, первый спектакль мы немножечко удивились, потому что, когда мы в Самаре выходим на площадку, какие-то шутки сразу стреляют. А здесь тишина, и мы думаем, зрители вообще есть, а не там. Но на втором спектакле было, конечно, уже больше русскоязычных, видимо, людей, потому что Валерий Ильич рассказывал, что один обрусевший, а францужный русский, да, получается так, смеялся сам и переводил что-то на французском соседу, смеялся сам и что-то переводил. Вот, но было довольно-таки, да, забавно, забавно. Второй, конечно, прошел более так ажиотажно. Да, реакция была чуть-чуть запаздывающая, но все равно. Я смотрела на лица прямо во время спектакля, было очень приятно на них смотреть. Они быстро соображали, быстро понимали, в чем дело. Ну, вообще, по-моему, такой спектакль, он визуально очень хорошо построен, поэтому многие вещи, мне кажется, даже не требовали перевода. Такие, как человеческие взаимоотношения, любовь какая-то, и глаза, и музыка. Все это была такая квинтэссенция всего, очень много все сразу происходило. Все как раз об этом говорят, что когда особенно русский театр приезжает на гастроли в другие страны, не русскоязычные и не околорусскоязычные, да, там, не в славянские или там, не в какие-то близкие, говорят о том, что язык любви, язык музыки, да, он понятен всем, и даже действительно не требуется перевода, и все понимают вместе, смеются, плачут и так далее. Вот насколько удалось это прочувствовать и вам самим, что, потому что, когда ты, понятно, на сцене, и ты это отдаешь, да, может быть, с какой-то стороны тебе и кажется, что, да нет, нет, все поняли, и все произошло. Наверное, сложность в том, что это не Чехов, которого можно, да, прочитать, или там Толстой. Мы сами же этот спектакль создали из своих этюдов, и нет у нас как таковой пьесы по этому спектаклю, чтобы люди прочитали, вникли, ну, как бы, грубо говоря, пришли, о, этот вот, значит, вот этот, эти вот с этим, вот, им приходилось все это прям вот сразу, раз, раз, так, кто, так, тут пара, тут эти, как-то так, мне кажется, вот в этом, наверное, сложность была. Самим что-то еще удалось посмотреть, какие-то другие театры, или занятость не позволила? Нет, там получилось так, что Казань перед нами уехала, они отыграли свои спектакли, а мы приехали, уже никого не было, мы последние были, закрывали. Закрывали. Да, театральную часть, потому что еще была и кино, часть, демонстрировались русские фильмы, и после нас еще у них была программа такая, по-моему, вокальная, инструментальная, пели тоже, но уже не из России, но на русском языке, уже обрусевшие, а французевшиеся, как бы, и русские, и армяне, и кто-то там только и не были, и украинцы, и все. Вот. Посмотреть жалко, мы ничего не... Мы посмотрели только на мониторах, то, что транслировалось, пока мы гуляли в фойе, перед этим была Казань, вот, ну, кабары чуть-чуть немножко шло, поэтому мы поняли хотя бы, что кто в основном... Да, вот, ну, и как бы язык музыки, он универсален, поэтому тут даже совсем не требуется перевода, мы пытались в течение вечера в кабары переводить какие-то песни вначале, а потом мы это дело бросили, поняли, что это не нужно, мы просто видели лица в зале и видели эту отдачу, потому что музыка, язык универсальный, которая затрагивает какие-то непонятные... У нас там струны, вернее, очень всем понятные, но уж когда мы стали петь «Ой, то не вечер, да не вечер», и в зал я просто интуитивно пошла, я очень люблю недалеко, я очень люблю общаться со зрителями, прямо вот, тем более, такой жанр позволяет. И когда микрофончик сунула к столу, одна женщина так запела, уже краше, чем мы, по-моему. И мне показалось, что я в Самаре на каком-то банкете, на очень веселой гулянке, я убрала микрофон, мы стали петь без микрофона, всем залом практически, и весь стол пел, и там пели, и там пели, и было очень тепло и душевно. А на второй день это вообще было у нас что-то невероятное в кабаре, люди пошли танцевать с нами на сцену, и практически все песни, они станцевали. И дети, и взрослые. И это очень приветствовалось, была такая атмосфера, сначала было достаточно тяжело народ как бы взять, ну, потому что у них все, как ни странно, начинается, все спектакли, да, начинались по их времени, в полдевятого вечера. Соответственно, кабаре начиналось где-то в половине двенадцатого. А по нашему времени мы практически выходили на сцену часа в два ночи. Поэтому, ну, ничего страшного, как бы мы пытались отключиться, и моторчик такой, кнопочка, и все вперед. И от того, что зритель свою энергию посылал, мы, соответственно, все это, да, за кулисами мы такие тайны, мы выпили три бутылки воды в первый вечер. И я говорю, Володь, надо же, вот нам хватило немножко воды. Он говорит, какое хватило? Раз пятнадцать ребята бегали за водой. Я говорю, да, на следующий день там уже за кулисами стояла целая вот такая упаковка, и три полотенца лежало. Мы и не просили. Да, надо сказать, что нас так принимали. Нам помогли, поставили клавиши, которые мы попросили, чтобы нам не везти. И гитары нам тут нашли. Даже хотели нам там подыграть и поучаствовать. Вот. И ребята, которые буквально за три репетиции схватили все, и мы на три голоса делали какие-то вещи, танцевали. Катя делала танцы, я делала все, что касается вокала. Все это произошло в таком кураже. И наши начали кричать, ребята, в наше консульство русскоязычное еще, еще. Французы услышали это интересное слово и стали еще, еще, еще кричать. Слушайте, ну вот странно-то, вот смотрите, такая вот происходит сейчас ситуация в мире, да. Все мы тут в каких-то контурах, что-то делим там, понятно. И такая отдача, и такое, так принимают. Знают же прекрасно, что русские приехали. И тем не менее, да, и принимают хорошо, и никто волком не смотрит, я так понимаю, да. И все было прекрасно. Вот чем это объяснить? Я не знаю, у меня все время был такой вопрос, когда я видела полный зал людей, которые пришли и в первый день, и во второй, думаю, ну что им до нашей культуры? Ну что им до нас, до русских? Вот как бы совершенно, да все-таки Запад, как бы нет. А они вот смотрят такими глазами и плачут вместе с нами, и смеются вместе с нами. Значит, что-то, ну не знаю, не только в нас есть, наверное, но и в них, и вообще, ну все. Они открыты этому, то есть они не просто пришли на спектакль. Да, они пришли открыть свою душу. Да, они пришли, открыть свою душу. Они прям пришли и вот внимают прям каждую сторону. То есть у вас не было такое ощущение, что это вы экспонатами приехали? Ну-ка посмотрим, что такое русский. Ну это было, чувствовалось только начало самое, и то настолько доброжелательно. Я видела, как менялись глаза и лица совершенно в первых рядах у людей, когда мы начинали свою программу, когда мы ее постепенно заканчивали, и еще не хотелось уходить. Вообще для театрального мира это же характерная штука, фестиваль русской культуры, или вот мы устраиваем какие-то вот кинопроекты, конкретно посвященные там испанскому кино, допустим, да, или что-то. Вот такое внедрение в свою страну, да, в свою культуру, культуру извне, это вообще хорошая история? Мне кажется, это обязательная история. Мы будем, наверное, если вот такие вещи делать почаще, наверное, мы бы, наверное, меньше воевали, и меньше плакали, и меньше бы дети и люди гибли, если бы мы так чаще встречались и видели вот так друг друга непосредственно, менялись своими культурами. Я бы тоже с удовольствием пришла бы здесь, в Самаре, на какой-то театр любой, или там какой-то, пообщаться вот так непосредственно. И, как всегда, на фестивале очень мало времени, чтобы друг с другом пообщаться. Это вот беда. Нам устроили банкет после второго спектакля. Да, хорошо, это же беда. Да, вышел директор театра со своей собакой, с которой он ходит везде. Не расставаясь, да. Да, не расставаясь. Что за собака, что за порога? У него, ну, какая маленькая. Я знаю, что она не видит на один глаз. Вот так даже. И он с ней вот прям вот ее везде водит. То есть у нее он поводит. Да, да, и говорят, что когда у них премьеры в театре, он выходит в начале тоже, естественно, с ней. То есть она внемлет искусству. Вообще в театре очень демократичная такая атмосфера. В фойе тоже сидела вот на рецепшене, там где-то касса, и вахтер там сидел. У них тоже там сидела замечательная собачка. Все время она там присутствовала. Никто не обращал внимания, что как в театре, в помещении собака. Это совершенно нормально. Она такая доброжелательная. И так было красиво. Все нам улыбались, все нас как-то ждали, привечали. Вот, заботились. Может быть, это у них тоже собака-актриса, как у нас в спектакле о мышах и людях. У нас же есть собака, которая играет в спектакле. Поэтому присутствие собаки на сцене вместе с директором, это вообще воспринималось совершенно нормально, как она там должна и быть всегда. Хорошо. Ну, то есть впечатления от Франции прекрасные. Ну, Эйфель в эту башню видели же? Видели, фотографировались. Из окна автобуса, к сожалению, мы посмотрели. Ну, мы не совсем, все хотели очень ее потрогать, но экскурсовод сказал, нет, ну, это вы не потрогайте ее, даже если вас там рядом высадят. Все равно вам не получится это сделать. Ну, так-то вот мы все должны пощелкать. Ну, пощелкались, нет, все. Все 22 культурных объекта Парижа мы просмотрели. Проехали везде из окошка, все пощелкали. Это было, конечно, волшебно. Хотя бы так. Но я думаю, что если у нас еще такое счастье случится, и мы туда попадем, то будет это все гораздо... Ой, как звали обратно, как не хотели отпускать. Ой, да Самара, Самара. Такие прям хорошие ребята. Хорошие. Замечательно. Ну, слушайте, хочется все-таки зрителям нашим рассказать, какие вы еще молодцы, потому что обойма, да, произошла такая, репетировалась история лошади. Поехали в Марсель, вернулись, выпустили историю лошади, очень тяжелую и прекрасную. И поехали в Казань сразу, премьерили. И на следующий же день в 6 утра, я знаю, был автобус. И поехали в Казань. Влада, чего поехали в Казань? Что там было за мероприятие? Это были обменные гастроли, я так понимаю. Театр Камала тоже к нам часто очень приезжает. Мы туда повезли два замечательных спектакля. «Завтра была война» и «Странный месяц Сэвидж». Это вот наша премьера. Огромная афиша красивая у театра Камала. На первом спектакле народ, люди тоже очень переживали, сопереживали, плакали вместе с нашими героями. Очень им понравился спектакль, замечательно принимали. Полный зал битком народу. Второй спектакль «Странный месяц Сэвидж». Ну, тут что наша Жанна Анатольевна, а наша у нас всех покорила сразу. Очень трепетно, очень нежно. Этот спектакль мы тоже очень любим. Ну, Казань нас встретила прекрасно. Девчонки наши выходили после спектакля. Вышли возле афиши, где-то там замешкались. Зрители такой красивый распевный голос. И говорят, о, это актриса Самара. О, молодцы, спасибо, можно? Очень приятно было. Актриса Самара, давайте. Здорово. Вот, кстати, о селфи, о социальных сетях хотела затронуть тему, потому что так получилось, что насколько они вошли плотно в нашу жизнь, что отзывы о том, как вы сыграли в Казани, мы теперь читаем в социальных сетях. То есть люди выкладывают свое мнение. Вот как насчет этой истории? Сами так делаете? То есть если не успели лично вдруг что-то сказать? Ой, а я напишу. Да, конечно. Ой, наверное, мы просто мало ездим и смотрим куда-то в другие города. Вот в чем дело. Потому что мы и во Франции ничего не посмотрели, да? Никакой спектакль. В Казани тоже нам не удалось. Ну да, к сожалению. Вот, если бы чуть-чуть побольше, на денечек, на два. Да, ну это беда сейчас всех фестивалей. Обычно раньше, ну это связано все с финансами, конечно. Тут все как бы реально надо смотреть на вещи. И большое спасибо, что так еще происходит, потому что театр нас принимал. Раньше директор театра нам рассказывал, что раньше актеры приезжали на неделю. Неделю они жили в прекрасных апартаментах. Конечно, вот мы просто, по-моему, в какой-то сказке волшебной жили. Мы еще, наверное, нигде в таких шикарных апартаментах не жили. И так одна. А в нас не заботились с таким качеством, с такой добротой. Вот. Они жили там неделю, а потом смотрели, играли, и потом уезжали. Сейчас у них нет такой финансовой возможности, поэтому происходит всего по три дня. Ну и тем не менее. Раньше и на месяц, я помню, еще лет 20 назад это были вообще. Прямо на все лето там уезжали. То есть здесь театр закрывается на какой-то отпуск. Заслуженный отпуск. Да, на заслуженный отпуск. Но в отпуск артисты не уходят. Артисты на месяц еще куда-то едут на гастроли в какой-то театр или, дай бог, в другую страну. Да, к сожалению, это было счастье. Мы уже почти этого не застали. Вообще насчет гастрольной жизни, вот если вы говорите, что приезжает театр Камала к нам часто, вот мы туда, там есть знакомые лица, которым вот от того, что ты радуешься, что ой, поедем туда, у меня там какой-нибудь старый приятель. Или актеры, актер уже кочевой, в принципе, образ жизни многие ведут. В этом театре поработал, в этом. Вот так вот гастролируя, можно встретить своего однокурсника? Не то слово, как можно встретить. Замечательно. Вот в Казани мы сейчас встретили Наташу Кудрявцеву, которая была актрисой нашего театра недолго. Я, к сожалению, ее очень мало как бы с ней общалась, застала, но тем не менее помню. Вот, она оказалась, она сейчас в Москве, она привезла свою ученицу по вокалу на конкурс в Казань. Вот, и так совпало, что мы тут все увиделись. И она пришла к нам после спектакля, и до спектакля мы немножко пообщались. Ну, театральный мир тесен достаточно, да? Да, ну и потом, вот на прошлых гастролях, когда мы привозили Дон Жуана, к нам приходили актеры Тюза Казанского, вот, и педагоги училища Казанского. Володин, Володин педагог, он же учился в Казани, закончил театральное училище. И, к сожалению, в этот раз они не смогли прийти, потому что у них в параллель шел спектакль какой-то очень такой многонаселенный. Поэтому они, вероятно, не смогли сбежать. А так-то у нас есть очень много друзей там, еще со времен Розы Хайрулиной, которые, ребята, приезжали к нам сюда на фестивале. Мы очень сильно подружились, и потом, конечно, встречались. И вот мы их ждали, но, к сожалению, это не случилось. А так практически в любой город, когда приезжаешь, обязательно с кем-нибудь пересекаешься. Обязательно какой-то, либо кто-то вместе работал, да, либо на курсе. Да, и причем бывает совершенно неожиданно, когда ты даже не ждешь этого человека здесь встретить. Вдруг он появляется за кулисами. Ну, надо же. Хочется вот еще что. Еще раз поздравить с премьерой «История лошади», которая прошла. И несколько слов. Обязательно тоже зрителям обещаю, что приглашу Владимира Морякина, исполнителя главной роли в эфир программы «Город ТЭС». Ждите, скоро будет. Но выпустили премьеру, премьера была тяжелая. Катя, какие сейчас ощущения, вот когда выдохнули наконец-то? Потому что я знаю, как тяжело вам пришлось. Тяжело пришлось, потому что спектакль танцевальный. Вроде как все танцевать-то умеют, танец-то у всех был. Но у Грица и Сергея Ивановича такой особый подход, какой-то нереально волшебный. Тяжело было, честно. И ругались, и нервничали. И потом он уже сказал, ребят, я знаю, что были какие-то недомолвки, но получилось же, случилось же чудо. И мы, смотря репетиции сами, свою сцену отыграли и в зал. Плачем, сидим. Вроде все известно, все вроде знаем. Кто, что, кого, где. Плачем в три ручья просто. Но Володька Морякин, конечно, конечно, это нечто. Как вот говорит Володя, что такой шанс выпадает редко, и спасибо, что мне, такому молодому, выпал такой шанс и вроде не подвел. И он не то, что не подвел, он вот особенно своим финальным монологом не то, что затрагивает какие-то струны, он затрагивает весь организм, и вот все вот аж до дрожи. Но настолько еще густонаселенный спектакль, по-моему, вот проще сказать, кто не участвовал, да, в спектакле, чем проще. Это верно. Потому что сколько человек, вы вообще считали сами, сколько народу занято? Вы же из студентов, которые сейчас первый, второй курс, там вот они помощь какую-то, да, оказывают. И на Яновский курс, и мы всем курсом, и артисты взрослые, ну много-много-много-много человек. Нет, даже не считали на самом деле. Мне кажется, что можно задаться целью посчитать. Еще вот, что хочется, выпустили этот спектакль, чего там дальше-то Вячеслав Алексеевич говорит, к чему будем приступать, что читать будем. Или вот сейчас такая нега в театре, что просто репертуарный лист, и все. Пока чуть-чуть вздохнуть хочется. Вроде и как вздохнуть. У нас вообще очень такой сезон напряженный. Человек и джентльмен, странная миссис Сэвидж, холостомер. И они вот как-то начали с конца августа Человек и джентльмен, потом холостомер, потом Сэвидж, потом холостомер, Сэвидж. Выпустили опять холостомер, выпустили холостомер. И сейчас немножечко поддевшать. И сейчас что-то, возможно, еще будет, очень ждем, очень надеемся. Планы на лето какие? Есть личные, театральные, прям коротко, по полминутки. Театральных мы еще не знаем, не знаю. Театральных, да, к сожалению, мы не знаем. Может быть, что-то можно говорить, может, нельзя. Но, как всегда, артисты очень ждут работы и очень без работы скучают. Хотя и устают, правда, но без этого невозможно, без чего-то нового. Это наша жизнь, наша профессия. Мы же трудоголики в хорошем смысле этого слова. Да, очень хочется. Если вдруг выпустили один спектакль, и тебя не занимают в другом, ты обижаешься. Абсолютно точно. Почему после премьеры вдруг наступает такая пустота, и когда режиссер уезжает, прощается, и это всегда слезы и рыдания, потому что был процесс, мы что-то в телевизоре делали, делали, и все. Нет, конечно, есть процесс, когда мы играем все это и дальше. Но это уже совершенно другое время. А когда ты все время в этой работе, когда ты все время вместе, вместе, когда ты что-то рождаешь вместе с режиссером, и это интересно, это захватывает. Спасибо вам огромное, что пришли. Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова